Итак, друзья, у нас четвертый день похода. Вчера мы не прошли запланированную норму, не дотянули идет 3,5 километра. Сегодня надо будет это добивать. Вот, мы все еще на походной дороге вдоль трассы, которая идет из Алхесирос в Херес-де-Фронтера. Вот, ночевали мы вот тут вот недалеко, в таких вот зарослях. Тут везде маленькие заборчики такие сделаны, но чтобы скот не бродил по дорогам. Здесь мы нашли удачную такую точку, где скот, видимо, не выпасают, и там заборчиков нету, и вполне в себе такая приличная была ночевка. Рядом трасса, конечно, шумно, но, если честно, ночью практически никто не ездил. Мы быстренько отужинали и отрубились. Вчера что-то мы с легонца подустали. Может быть, от того, что второй ходовой день, да и сразу такой большой ход, как длинный. Вот так. Все, мы зашли, наконец, на велосипедерную трассу. Здесь есть такой плац. Я думаю, здесь можно было упасть бы. И вот пошла наша бисерклетная дорога. И лошадки. Велосики. Здесь, конечно, было бы более комфортно, если бы знали бы, наверное, прошли бы оставшиеся пять километров до сюда. Здесь, конечно, можно встать, палатки поставить. Тут испанцы даже вон костер жгут. А вот место под две-три палатки в тени здесь помещается чудесно просто. Но главное то, что здесь есть водичка. Конечно, ее фильтровать надо, но эта вода вообще, она есть. Это у нас второй завтрак. Первый завтрак. У нас там эта хрень не закипит. Начало пути по вот этой вот бисерклетной трассе. Слева у нас такой достаточно высокий загон. Видели уже на входе там лошадей пасут. Видимо, это для скота. Справа вольный падбище. Слева за колючкой речка. Ручей точнее. Ручей идет. С водой причем. Хотя этот год очень сухой. Но мы вот сейчас воды нафильтровали. Позавтракали второй раз точнее. Пообедали. И вот двинулись. Отдыхали, сидели. Довольно долго. Кипятили воду. В общем, фильтровали, кипятили, запасались водой. Ну и покушали тоже. Все, забор кончился. Вегон кончился. Теперь мы идем по нормальному дикому парку. Правда, периодически попадаются машины с туристами. Такие парковские. Ну, когда на ландроверах парковских ландроверах развозят туристов. Судя по всему, место для отдыха. Можно ставить палатки даже как-то по подъезду к нему есть. И там вот для хожу прошел. Еще одна такая тропа наверх. Там по северности тоже площадка хорошая, подлоги. Это самое начало маршрута. Очень красиво. Мы идем в таком ущелье, по которому подгну течет речка. Название я не помню, на карте видел. все это заросло лесом, в котором преобладает пробковый дуб. Офигенная местность. зашибенные ходки у нас. Против солнышка не видно. Народ, идем и удивляемся. Мы проперли сейчас где-то 14 километров. Вот. И где-то на 10-й километр уже такие так тишковасто, тишковасто, что-то водичку пьем такие, подолгу сидим отдыхаем. Когда сделали 10 км, вытащили термос у нас с чаем был. Народ, азер чай рекомендую. Блин, так воткнуло, прям, как будто нам дополнительные блоки питания поставили. Энергайзер как эти зайцы дебильные. Слушайте, офигенно. Мы теперь уже думаем, может, нам все время заваривать озер чай такой, знаешь, во все бутылки, да. Ну, в общем, воткнуло конкретно. Не зря на нем медальки. Хорошая вещь, ребята, рекомендую. Черный чай, озер чай. Ребята из озер чая, вы слышали, какую я вам рекламу сделал? Леха пришел к выводу, что озер чай круче, мельдоник. Даже кокаин полная лажа на фоне этого зелья. Не, ну, реально, этот самый мельдоник запрещен, а вот спортсменам дать, там, жахнут, будет носиться как подорванный. Лишь бы геночной тени подписался антидой кленговый комитет, а то будет полный облом. Ах, черт, блин, как-то я про это не подумал. Но они вряд ли обо мне знают, они там такие пафосные ребята, вряд ли они ходят в походы с рюкзаками. Не, Геноч, тебе кажется, они просто очки. Я их лично знаю. Привет, инсидорбан. Если ты меня заложишь, я тебя больше в походы не возьму. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Леха говорит, что с таким рюкзаком все время надо ходить. Леха отправляется в экспедицию за водой вниз к речке. Отличное место. здесь вода. Леха возвращается на базу. И вот дорога идет и над дорогой вон там в лесу отличные места подстоянки. В Москве я планировал здесь стоять, но сейчас пересчитав получается далеко идти завтра придется. Поэтому мы сейчас заправляемся водой и станем подальше пройдем. время позволяет. Привет, друзья! Сегодня четвертый день похода. Мы на такой длинной велосипедерной трассе, по которой планировали идти. И ночевали мы на одном из распадков горы Серо де Ла Плато. практически весь запланированный маршрут на вчерашний день мы выполнили. не дошли 800 метров. Причина в том, что место под стоянку выбиралось чисто по карте. вот и увидев очень хорошее место под стоянку на склоне мы решили не идти дальше 800 метров это несущественно. Зашли вот в этот сосновый лес и забились на ночевку. Вчера был очень жаркий день плюс 26 вот после зимы так довольно существенно это чувствуется но вот мы пробровили все наше кольце то что нам полагалось пройти плюс то чего мы не дошли в день накануне да то есть у нас маршрут протяженность маршрута около 20 километров была вот в общем стали фактически запланированные точки сегодня дальше пойдем по этой бисерклетной трассе сегодня у нас каша ячневая с сухомясом и сухо овощами здесь ночевали точнее дорога ночевали мы вон там наверху в лесочке прямо над дорогой даже видна местами была ночевали здесь в лесочке поднялись чуть-чуть выше вот туда по тропинке классно на самом деле западный склон лаплаты изобилует местами где можно подняться и встать на ночлег наша наверное была первая просто красиво лес шумит так как будто море рядом мы продолжаем наш маршрут топаем 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 и вот у нас тут такая проблемка мы обходили пико де монтеро вышли точнее к пику де монтеро и неприятный сюрприз такой от него идет асфальт на нем стоит на пика стоит какой-то радар и видимо к нему сделали асфальтированную дорогу вот и это очень неприятно потому что ну мягко говоря по плоскому асфальту ноги горят конкретно вот а еще ну явно будем говорить так все измерения которые делались в москве надо умножать удлинять в половину а то и вдвое вот потому что дороги очень извилистые мы наматываем лишний километраж хотя идем очень ботненько сегодня нас этот самый сначала тормозил ветер теперь он в спину гонит так что подпрыгиваем ветер 21 метр в секунду а порывами и того больше ну мы сейчас зашли вот за край пика де монтеро и он нас заслонил так что у нас такой затяжок вот еще где-то километров здесь нам шлепать ветерок был пока шли но когда мы решили становиться на ночев начался какой-то апокалипсис полнейший гибралтар сегодня пошел 1 метр в секунду завтра 25 по-моему в порывах не меньше тридцатки палатки ходят ходуном дует просто жесточайше стоим в горигах отошли от дороги метров 200 и нырнули вот такие вот колючие заросли это называется горига вот они нас спасают хоть как-то от ветра закрывают просто какая-то жесть полная нашли яму сейчас с ней готовить будем да друзья уже ночь точнее вечер мы отбиваемся нас накрыл конкретнейший шторм такой на грани урагана вот сегодня вообще весь день дуло вот пока мы шли но это было вполне такой ну свежий ветер не более того да вот как только мы стали становиться на ночлег мы ушли в гориги и ветер стал просто такой отрывающий сейчас колбасня полная в общем гибралтар дал 25 27 вот с порывами 25 с порывами 27 я думаю сейчас больше тридцатки однозначно то есть вот просто услышно в общем полный полный трындец вот пока мы ужин готовили мы там яму такую нашли где ветра нету пока пока мы готовили ужин у меня сорвало с крепления палатку и сдвинуло ее сантиметров на 50 хорошо услышали что она хлопает вот побежал заново все установил камнями обложил юбку прижал еще беда в чем в этой горике почему-то очень мало маленьких камней таких которые можно выдрать просто выходят такие нету маленьких камней которыми можно придавить палатку кругом скальные выходы а самих камней нету в общем бегал тут искал камни что-то нашел вот свет все время ползает потому что я его ставлю на палаточный карман вот такой специальный у меня есть его трясет он все время улетает вот вот такой вот у нас предстоит ночь но у меня еще беда в том что ровное место которое я себе выбрал теперь находится сантиметров пятидесяти от того от реального состояния но я тут сейчас подложил всяких вещей там под коврик в общем съехала палатка закрепил по новой в общем будем штормовать пятидесяти пятидесяти Продолжение следует...